Буквально два года назад мы снимали наш фильм о Викторе Цоя как о жертве политических репрессий. Его фактически убили КГБ. И несмотря на много представленных фактов, доказательств о том, что КГБ действительно является бандитской структурой, бандитской организацией, они занимались политическими убийствами и в том числе убивали многих известных и выдающихся людей, деятелей искусства и культуры. В том числе убили и Виктора Цоя. И, кстати, видео про Виктора Цоя вы можете посмотреть, показываясь в случае. Какие доказательства? Самые главные аргументы, которые мы объяснили в предыдущем фильме. Самое главное доказательство – это вброс информации. Потому что я, как сейчас помню, вот этот день, 15 августа, по радиоприемникам сообщили несколько однократных сообщений о том, что Виктор Взорин разбился на мотоцикле. На самом деле он попал на лагерь и разбился на автомобиле «Москвич» на собственном. Получается, ситуация напоминает, как с Шередовским и Синесвертой. Вы помните, Георгий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию рассказать. Как работает спецслужба. То есть, первый момент. Одна бригада взрывает, производит какие-то диверсии. А вторая бригада проводит информационный шум. Эти бригады не всегда хорошо между собой согласовываются. Во-первых, может что-то не срастись. А другие сообщают уже заранее согласованную информацию. И тогда происходят подобные осечки. Бывает, что у зрения домов происходит раньше, за неделю до того, как они фактически произошли. То же самое и с убийством Цоя произошло. То есть, изначально объявили везде, протрубили, что он разбился на мотоцикле. Потом, спустя несколько дней, везде трубили, что он был пьян, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Это тоже по радиостанциям, по всем звучало. То есть, шел активный вброс информации. Потом выяснилось, что у Цоя в крови не обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. Вот такой вброс был. Что говорит о том, что это так таборно могут работать, несогласованно, между собой только спецслужбы. Это их профиль. Это их почерк и это их след. Мы не располагаем данными о конкретных исполнителях, кто там конкретно проводил эту операцию. Ну, естественно, архивы КГБ были после этого подняты. И люди получат вот всю полную правду. То есть, кто планировал эту операцию, кто исполнял операцию, кто согласовывал эту операцию, кто проводил вот эту операцию «Прикрыть информационный шум». То есть, все это добытные, но рано или поздно, добытые. Для этого надо получить доступ в КГБ. А получить этот доступ мы сможем, конечно же, не при нынешнем режиме лысого КГБшника, а при нормальном демократическом строе, когда у нас будет полностью страна в соответствии с стандартам мирового качества, пережитки вот этого совка, авторитарного, как говорили, документарного режима, у нас окончательно будет ликвидировано. Типа, кто там пытается, что там, «Айзеншпис» якобы убил. Да и не имел «Айзеншпис» никаких возможностей на радио его вбросать. Тем более «Айзеншпис» никакой не уголок. Если бы это было, может быть, годами раньше, может быть, 5-10, то, безусловно, он бы подвергся гонениями. Но в это время уже, по-моему, все завершилось. Да, он сидел, он сидел за валютой. Но по меркам любой цивилизованной страны валютной операцией не являются преступлением. К статью за валютной операцией ликвидировали, убрали, изъяли из уголовного полица. То есть он фактически чисто перезакон. И они видели все это буквально вот как кино. Они видели, как шел на большой скорости автобус и карус, и именно навстречу шел москвич. Это опять же продолжение информационного выглядела. Такие же агенты КГБ, ФСБ запускают эту дезу, чтобы отвлечь внимание от истинных убийц. Вы скажете, что за бред, что КГБ не могло убить Виктора Цоя, и зачем ему это было нужно? Могло или не могло? Однозначно могло, и мы знаем, что друг его увидим. А было ли нужно? Могло, ведь Виктор Цоя был гоним и угнетаем. Он, величайший поэт нашей страны, был вынужден работать мечигаром. Была придумана специальная статья о Затухеянском. Если бы он не работал мечигаром, его бы посадили в тюрьму. Да, он мог зарабатывать себе на хлеб насущный своим творчеством, но его не брали в Союз. Ему грозила только одна статья, тунеядство. КГБ это был вооруженный отряд партии, который делал все грязные дела. Мешали ли они ему? Мы знаем однозначный ответ. Мешали. Они ему портили всю жизнь. И главный вопрос. Убили они его? Убили. На этом вопросе вам смогут доказать. Потому что мы только победим в нашей революции. Потому что мы откроем абсолютно все архивы. И человек, который пусть даже не причастен к его убийству, просто напиток Трансуя, он еще в любых отжимов. И, на мой взгляд, должен принести заслуженное наказание. А если есть причастные к его убийству, несомненно, их нужно осудить с убийством. Потому что тогда получится, что они действовали группы лиц, по предварительному, с использованием служебного положения и еще с оружием. Ну, да, сейчас есть мораторий на смертную казнь, которую путинский режим постоянно хочет иметь. Отменят, значит, это будет смертная казнь. Не отменят, значит, это пожизненное заключение всем злодеям и скрытым. Той к основной версии, что его убило КГБ. Я даже могу сказать о том, что возомрожен к убийству Зоя Бечастин, нынешний глава Российской Федерации Владимир Путин. Почему я показал вот так вот глава Российской Федерации? Ну, во-первых, потому что у меня есть все доводы считать, что тот Владимир Путин, который мочил в сортире в 1995 году, он на экране телевизора не появляется, во всяком случае, с 2006 года. И создали фактически карманный цикл, который может нарисовать КГБ, то есть вот как за Лукашенко нарисовали 80% на выгорах, на последних, так за путинские поправки в Конституцию. Я вам напоминаю, что слово «Конституция» — слово «Константы». Имя, кстати, это является внутренними словами. И означает нечто постоянное. В Конституцию менять нельзя. Если вносятся вот такие вот поправки, дебильные на самом деле, которые никому не нужны совершенно, никому не нужны, кроме узурпаторов власти. Значит, это лицо, это факт. Те лица, которые выдают себе запуск, они уявляются им. Ну, не факт, точнее, совсем не факт, что данное лицо является законно избранным президентом Российской Федерации. Возвращаясь к нашим баранам, опять же, к Владимиру Путина. Дело в том, что в 1990 году, в 1990 году, когда был убит Виктора Цой, данное лицо являлось бездоверенным лицом Анатолия Собчака. И Анатолий Собчак шел на выборы мэра, когда Ленинграда, который одновременно был переименован в Санкт-Петербурге. Предварительно зондировали почву, кто еще из известных людей и в Ленинграде может претендовать. Ну, конечно, Виктор Цой никогда не заявлял, что он там в полицию собирается и так далее. Но опросы такие проводились, выставляли разных известных людей, и по Ярскому, и по Собчаку. По этим опросам Цой, безусловно, выиграл. Он действительно выставил свой выиграл. Поэтому, естественно, он являлся самым опасным конкурентом до Анатолия Собчака. Поэтому устранение Виктора Цоя до, как возможно, до Анатолия Собчака тоже имело место. И эта версия тоже не может сбрасываться со счетов. А Путин является той из-за ключевой линии, которая связывает Собчака и ВГБ. Поэтому не случайно у Путина в случае весьма негативные отношения вообще к рок-музыкантам Никоназке и сам Путин. А это как вас зовут? Юра Шевчук. Я не думаю, что Путин не знал в случае, Шевчука в 90-м году знали в страну, в случае. А Путин в лучшем случае знал его ближайшее окружение. Поэтому его причастность в Исну Цуэ тоже основательно я не утверждаю, что конкретно он участвовал в исполнении, но что он каким-то образом причастен к этой роли, я думаю, что это безусловно. Вам обязательно надо подписаться на наш канал. Подпишитесь обязательно на наш канал, ставьте лайк, обязательно репостите, поставьте комментарии, ну, напишите, что вы будете общаться. что думаете о Путине, о Собчике, о Кирюке, о Суэ. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч.